Мой сегодняшний доклад будет полезен ребятам, коллегам, бизнес-аналитикам, которые уже имеют опыт за спиной, бэкграунд, но хотели бы перейти в другую область, в другой домен и сомневаются, а нужно ли, а можно ли, а смогу я или нет. А также доклад будет полезен нашим начинающим бизнес-аналитикам, которые только делают первые шаги в профессии. Собственно, я сама отношусь к первой категории, у меня опыт работы бизнес-аналитикам более 4 лет, и полтора года назад я решила поменять домен и перейти в Life Science. Кстати, меня зовут Алена Демышева, я бизнес-аналитик компании Квантори. И как раз более года назад, около полутора лет, я перешла в домен Life Science из домена e-commerce. Наша компания Квантори занимается разработкой этих решений в домене Life Science. В том числе мы делаем продукты для драг-дизайна, для изготовления лекарственных препаратов. И поэтому каждый день буквально я, мои коллеги, бизнес-аналитики, мы сталкиваемся с работой, с коммуникацией, с экспертами. Под экспертами я имею в виду профессоров, научных работников, у которых за спиной пару PHD. И, конечно, эта коммуникация не всегда проходит гладко, и после нее не всегда чувствуешь себя комфортно. Поэтому я хотела бы с вами немножко поговорить. Скажите, пожалуйста, бывает такое, что вам сложно задать вопрос, вам очень страшно, и кажется, что ваш вопрос какой-то абсолютно глупый, и поэтому вы его не задаете. Поднимите, пожалуйста, руки, я надеюсь, что я не одна такая. Отлично. Хорошо, это прекрасно. Может быть, вы хотели бы сменить домен, но вам страшно, потому что там нет опыта, и эксперты, которые будут вас сопровождать на этом пути, они кажутся вам не очень дружелюбными, и вам страх этот сложно преодолеть. Поднимите руки. Отлично. Хорошо. И, может быть, было у вас такое, что после коммуникации с экспертами вы чувствовали себя подавлено, и не было абсолютно никакой мотивации, и хотелось закончить этот проект и уйти навсегда. Было такое? Отлично. Значит, я могу поделиться с вами своими... Мне не будет стыдно рассказать вам о своих провалах, потому что я прошла этот путь и прохожу его до сих пор. И первый мой, скажем так, провал заключался в том, что я не разговаривала. Это было на одном из проектов. Это был совершенно очень крутой проект на стыке технологии и науки. Продукт, который мы разрабатывали, мы должны были сформировать новые свойства молекулы для того, чтобы эта молекула потом стала лекарственным препаратом. Ну, и, собственно говоря, на первой же встрече с экспертом я просто молчала, потому что то видение проекта, которое он мне обозначил за первые 20 минут, я поняла буквально процентов 20, наверное. И мне было очень страшно задать вопрос. Я выбрала тактику просто молчать и слушать. Потом, когда вопросы возникали, а они возникали, потому что опыт бизнес-анализа никуда не делся, я боялась спросить, я не спрашивала. Я просто молчала. Когда в процессе разговора, когда все-таки я решила задать, хотя бы один вопрос, я постаралась свою речь интегрировать те слова, которые говорил эксперт. И это было так смешно, это было так странно и неуместно, что смотрелось очень, ну, как-то непрофессионально даже, что ли. Вместе с тем, после коммуникации я говорила о том, что артефакт будет готов через пару дней. Я забрала свои стандартные оценки, потому что, ну, у меня есть опыт, и обещала результат вот сразу. Это большая ошибка, потому что я не закладывала время на изучение, это был другой домен. И, конечно, я не записывала встречи на видео или на аудио, но я пользовалась своими ноутсами, и это было совершенно бесполезно, потому что незнакомый домен, незнакомый словарь, и это мне не помогало. Ну и как результат, конечно, мои требования оставались желать лучшего. Мне не удалось сформировать какую-то коммуникацию с экспертом. Она была совершенно односторонняя. Эксперт нас не поддерживал. И толерантность к изменениям, она просто стремилась к нулю. Это было очень сложно, было психологически, морально тяжело. Я подумала, что, ну, раз, видимо, я не очень-то хорошо владею доменом, и поэтому я решила окунуться в домен. И, так скажем, наткнулась я на второй свой провал. Этот провал был связан тоже с потрясающим проектом. Мы делали продукт, который анализирует несколько тысяч компаунтов по заданным критериям и выбирает наиболее подходящий для следующей стадии разработки лекарственных препаратов. Собственно, я погрузилась в изучение домена. Я делала это очень стихийно. Это было максимально стихийно. То есть я видела какую-то формулировку, я в нее вцеплялась, и просто как снежный ком вот эти знания, они формировались. Ну, то есть я проваливалась вглубь, например. Что такое ДНК? И ты начинаешь анализировать каждое слово. Оно за собой буквально учебник ведет, скажем так. Я абсолютно погрузившись в работу, в изучение, я обесценивала свой личный опыт в плане того, что вообще-то я бизнес-аналитик, и я работаю более четырех лет. И я чувствовала себя студентом, потому что я только изучала. Я почему-то забыла про свои компетенции и их не использовала. Ну, потому что когда в школе, возможно, у вас тоже есть этот паттерн, когда в школе вам ставили двойку по математике, вы фокусировались именно на двойке по математике. Нужно было ее исправить, а не фокусироваться на пятерке по литературе, потому что тебе это интересно. И я как истинный перфекционист, самостоятельный человек, не просила помощи ни у экспертов в своей компании, ни у коллег, которые вообще-то прошли тот же опыт, что и я. Ну, и поскольку задачи были такие сложные, к ним было просто сложно прикоснуться, было очень тяжело, они были такие непонятные, поэтому я их как бы отодвигала, ну, чуть подольше, потом, когда-нибудь. Вот я буду делать то, что я знаю. Ну, и результат для проекта не заставил себя долго ждать. У меня были постоянные многочасовые переработки, я абсолютно перегорела. Дедлайны я отодвигала, можно сказать, я их срывала. Мотивация тоже стремилась к нулю. И я уже подумывала о том, а может быть, мне вообще-то поменять проект? Может быть, это не моя сфера, не мой домен? Но в этот момент я поняла, что мое желание идти и работать в новом домене, оно настолько сильное, что перевешивает страх того, что я не смогу или не сумею. Страх совершить ошибку. И поэтому, как только я поняла, что мой подход, он не жизнеспособен вообще, как только я это осознала, я поняла, что нужно что-то менять, и нужно менять что-то именно в себе, в своем подходе. И я начала пробовать. Сейчас я вам расскажу несколько своих наработок, которые, надеюсь, вам пригодятся. Первое, с чего я начала, это с коммуникации с экспертами, потому что каждый день я с ними сталкивалась, и я решила улучшить именно эту область. Скажем так, я начала с хардскиллов, я их тоже подтянула. Это подготовка к встрече. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что я опиралась, когда формировала этот список на BI-бок гайд. Вы можете его посмотреть, он в общем доступе. Я сделаю больше упор именно на внутреннюю какую-то опору. Как я готовилась к встрече? Я садилась буквально за два дня и прописывала свои достижения. Что, значит, я Алена, и вообще-то у меня два высших образования. У меня есть мой грант, который я получила для компании на 20 миллионов рублей на инновационную разработку. Немножко похвастаюсь. Да, я молодец. И поэтому, почему я об этом забываю? Вот есть мои достижения, и они со мной. И вместе с тем, во второй колонке я прописывала свои провалы, которые уже были. Да, мне 10 лет, и у меня были ошибки, и я выжила, и я как-то живу сейчас. И вот как я из них вышла. И когда ты анализируешь свой опыт, ты понимаешь, насколько ты выходишь из разных каких-то ситуаций сложных. И это возвращает тебе какую-то внутреннюю опору. На встрече. Следующий момент, который мне нужно было исправить, это подход моих коммуникаций на встрече. Что я делала? Ну, во-первых, я предупреждала о волнении. Да, это будет уместно на первых встречах, то есть когда вы только-только настраиваете коммуникацию. Можно так и сказать, простите, я волнуюсь, это мой либо первый проект, либо это проект в новой области. И это снижает тревожности, и это как-то настраивает людей друг на друга. Ну, это чисто человеческий подход. Второй момент, я переформулировала тезисы. В каком плане? Эксперт говорил какую-то вещь, я ее брала и говорила, я правильно понимаю, что, и повторяла то, что он сказал. И таким образом мы понимаем, что мы оба в контексте. Эксперт начинает мне доверять, он видит, что я его слышу, и это тоже круто рассказывается потом о двусторонней коммуникации. Да, если вы боитесь задать вопрос, кажется, что вы его дублируете, вы можете так и сказать, простите, если я дублирую вопрос. Но основная задача именно собрать требования, чтобы они были актуальны. Ну, благодарить за ответы, это, конечно, тоже человеческий такой, человеческая, как это правильно сказать, человеческая рекомендация. Просто действительно это настраивает какие-то связи между людьми. И обязательно нужно выбрать канал для коммуникации в конце встречи. Нужно спросить у эксперта, какой канал коммуникации вам удобен, в какое время вам можно написать. И обязательно отправлять ему вопросы, если вы об этом договорились. Отсюда же вытекает митинг-ноутс, я понимаю, что это такой стандартный подход, но многие его забывают. Это очень важно, потому что в митинг-ноутс иногда, например, я писала какие-то формулировки, и эксперт в ответном письме мне их исправлял. И таким образом у нас сформировалось понимание контекста, и я могла исправлять ошибки прямо здесь и сейчас. И они еще фиксировались в виде артефакта. И поэтому, конечно, отклик от проекта не заставил себя долго ждать. Мы настроили комфортную коммуникацию с экспертами, она была двусторонняя, регулярная, что важно. И требования тоже вышли на новый уровень, они были исчерпывающие, поэтому удалось сделать классный проект, который до сих пор у нас, скажем так, на первых в топе в нашей компании. То, что мы сейчас обсудили с вами, как подготовиться к встрече, как общаться. Теперь я предлагаю погрузиться в домен, потому что этот момент я тоже проработала. Первым делом, что я сделала, я вспомнила, опять же, что я бизнес-аналитик, и что я могу использовать все эти практики, которые у меня есть, которые я наработала на проектах, для того, чтобы погрузиться в домен. Потому что, по сути, это тот же проект. Я делала структуру. Первое, что я садилась, я делала мейдмап, структуру, что мне нужно изучить. Таким образом я ограничивала область. И получилось, что это не вся химия, вся биология, вся кемоинформатика, это определенный область, который мне надо изучить. Например, этапы драг-дизайна или драг-дискавери. Далее я расставляла приоритеты. Ну, то есть, не все нужно изучить. В проекте важны какие-то определенные моменты. Я должна фокусироваться именно на них. Опять же, для того, чтобы избежать прокрастинацию, нужно декомпозировать задачи. Это очень важно. Когда мы делим слона, скажем так, у нас понятная стратегия горизонтальная, и мы по ней идем. И составить, да, словарь нужен для того, чтобы вы были в одном контексте с экспертом. Можно, кстати, с ним его тоже согласовать, потому что есть иногда такие вещи, которые можно, такие формулировки, которые можно с разных сторон рассмотреть. И обязательно, я вам очень рекомендую, просите помощь, не молчите. Обязательно говорите с коллегами. Просите помощь экспертов. Как коммунистировать с экспертами, мы только что рассмотрели. Поэтому я предлагаю вам не бояться и не стесняться. Ну, и отклик от проекта был тоже хорошим. Уложились сроки, хотя до этого мы, опять же, из-за моих каких-то моментов их чуть-чуть пропускали. Я адаптировалась в проекте более-менее бесшовно. И чувствовала себя хорошо. И у меня даже, кстати, появилась возможность предлагать какие-то импровменты для проекта. То есть был какой-то функционал, который мы реализовали, потому что мне удалось прийти в себя. И я предлагала это нашим экспертам, и они брали это в работу. Таким образом, мы с вами рассмотрели, как подготовиться, как погрузиться в домен. Мы рассмотрели, как не стесняться, когда общаешься с экспертами, как чувствовать себя уверенно. Вместе с тем, мне хотелось бы дать вам еще пару рекомендаций, которые, возможно, вам помогут. Но первое, это я для себя сделала, я поставила себе напоминание о том, что, напоминание приходило мне каждый день, о том, что сделанное лучше идеального. Это проблема моя, наверное, у многих перфекционистов. И поэтому это снимает очень большое напряжение. То есть мне настолько сложно было взять какую-то задачу и сделать ее не идеально, что я ее просто не делала. Это было, ну, я пропускала дедлайны только по этой причине. Не потому что я не знаю, потому что я боюсь делать не идеально. И когда мне приходило ежедневное напоминание на телефон, это не очень помогло. И я брала задачу, делала хотя бы как-то, а потом просто ее улучшала. И я предлагаю опираться на свои сильные стороны. В каком плане? Да, передо мной сидит эксперт. Да, я никогда не делала скрининг инвитро. Но я знаю, как настроить процессы в команде. Я знаю, как работать в документации. Я знаю, как управлять изменениями, как делать груминги, как довести проект от начала до релиза. Это я знаю, и это есть у меня. И нам нужно с нашим экспертом просто быть на равных и обменяться нашим опытом. Отсюда вытекает следующий пункт. Мы, когда разговариваем с экспертом, мы не в школе. Я не студент, он не преподаватель. Мы коллеги. И поэтому нужно обменяться тем, что у нас есть. И главная задача – это сделать хороший проект. Это главная задача, и нужно об этом помнить. И поэтому дать себе возможность ошибаться и расти – это то, что, опять же, не свойственно перфекционистам. Но я вас прошу, обязательно обратите внимание на этот пункт. Это очень важно. В конце концов, до этого мы когда составляли список, что мы делали ошибки, но мы как-то выжили. Поэтому это важно. И в заключении мне хотелось бы сказать, что я предлагаю опираться именно на свои сильные стороны. Идти туда, где у вас получается, и просто добирать доменный опыт или еще что-то плюсом. Но ваш опыт, он от вас никуда не денется. Очень, наверное, по отношению к себе не очень хорошо опираться на страх. Страх – это плохая опора. Хорошая опора – это опыт, который вы наработали к своим годам. И обязательно пробовать. Пробуйте те техники, которые я вам предоставила. Пробуйте. Может быть, что-то для себя новое найдете. Либо вы свою технику выведите. Важно пробовать. Иначе новые проекты, новая доменная область, они таки будут далеко. Я бы очень хотела, если бы те мои техники, которые я здесь предоставила, они помогут вам выбрать новый проект, выбрать какую-то новую доменную область, убрать страх и достичь своей цели и желания. И, конечно, это будет для меня очень круто. И поэтому я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. И ваши вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Очень интересно было. У меня такой вопрос. Как вы считаете, может ли помочь избежать таких проблем, как у вас указано, какой-то грамотный онбординг и, возможно, какой-то внутренний ментор или там тим-лид, который сопровождает тебя на начальных проектах? Вот просто у меня был такой опыт от погружения в область, где именно был расписан онбординг по времени вхождения в команду. И плюс тим-лид ходил изначально на все вот такие встречи с экспертами, где нужно было собрать там требования. Вот нет ли у вас такой практики и как вы считаете? Вам помогло это? Ну, безусловно. То есть просто у меня вот было, да, что первый месяц меня за ручку водили, и это каким образом помогло. И был какой-то план онбординга, как погружаться в доменную область. Да, это прекрасно. Спасибо за вопрос. На самом деле это дополнительная возможность для того, чтобы минимизировать риски, убрать тревожность. Здесь я говорила больше опору именно на себя. То есть я могу дополнительно, да, добавить именно корпоративную культуру, процессы настройки онбординга, это совершенно правильно. Здесь я говорила о том, что если все-таки в компании немного другой формат корпоративной культуры, и там не предусмотрен ментор, но нужно как-то погружаться, то вот именно внутренний какой-то драйвер и внутренние знания, которые у вас есть, они вам помогут. Но если есть ментор, то это, конечно, прекрасно. Это большой плюс. Это должно быть вкупе. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было. Из доклада, мне кажется, у меня появился тезис, что есть предмет на области, который на самом деле сложный, когда вы начали пробовать эти лекарства и все там. И химию за пятилетку за один год. Смотрите, вопрос такой. Прозвучала фраза, что эксперты нас не поддерживают. Я, кажется, понял. У меня в голове сложился образ таких условно докторов наук, которые живут в университетской среде. И нам с менеджерами сложно общаться с топами, но с них хотя бы за деньги можно подцепить их. У них понятные рычаги, как на них можно повлиять. А как работать, на ваш взгляд, с такими докторами, которые, скажем так, не очень-то хотят с вами работать, а если они на вас еще недолюбливать начнут, то вот тут могут возникнуть проблемы. Есть ли какие-то советы, как вот с такими сложными экспертами работать? Может быть, что-то такое из практики. Я поняла. Вот, кстати, мои советы, они оттуда и идут. Спасибо за вопрос. Дело в том, что эксперты, ну, у них определенный склад ума, у них определенное мышление и, ну, не побоюсь этого слова, менталитет. Поэтому им очень нравится, когда ты можешь коммуницировать с ними на равных. То есть не когда они как студенту тебе объясняют, как ты можешь задавать вопросы. Поэтому основной посыл – это именно слушать и задавать вопросы. И тогда они понимают, что, ну, скажем так, с тобой есть о чем поговорить, и мы можем продолжать коммуникацию. Поэтому это моя главная задача была – показать вам, что важно не молчать. Это важно. И да, есть определенный склад ума, и с этим нужно как-то работать. Я думаю, что, наверное, есть несколько советов, которые я могу так вот сейчас, здесь и сейчас дать. Первое – дать себе время. Ну, то есть если у вас не сразу настраивается коммуникация, нужно пробовать через различные каналы и так далее. Второй момент – нужно, я думаю, что дать возможность говорить ученому, потому что они очень любят разговаривать. Иногда даже это возникает какой-то проблемой, что встреча длится, и мы вот на одном каком-то вопросе мы чуть-чуть стоим. Поэтому нужно, чтобы это было уместно, но сказать, что да, вот мы вас сейчас послушаем, и послушаем, не перебивать. И в конце сказать, что у нас осталось столько-то времени, нам нужно еще столько-то вопросов разобрать. Ну, то есть нужно как-то управлять коммуникацией в каком-то таком формате. Ну, что еще могу я сказать? Ну, первые, наверное, первые несколько советов, наверное, они такие. Да, ну и основное – это не бояться. Ну, то есть мне кажется, самое страшное – это страх. Что вот он подумает, что я какой-то школьник и студент, но это ведь неправда. Да, поиск страха профессиональный, я так понимаю. Это, ну да. На экзамене будешь молчать тогда? Да, то есть это неправда, да. И нужно, важный еще момент, я не сказала, нужно определить агенту. Ну, то есть нужно, чтобы ученый, эксперт, он понимал, что мы от него ждем, что мы от него хотим. Возможно, лучше отправить ему даже вопрос, но это было на слайде про hard skills. То есть вся вот эта совокупность дает возможность настроить хорошую коммуникацию. Понял, спасибо большое. Пожалуйста. Можно такой вот вопросик. Есть ли у вас такой порог токсичности экспертов, когда вы точно можете сказать, что вы с ними общаться не будете? И доходили ли вы до него когда-нибудь раньше? Спасибо за вопрос. Если честно, мне такого не доводилось. Как-то удавалось настроить коммуникацию. Может быть, у нас просто эксперты такие были? Я не знаю. Как вы можете объяснить вообще, почему вот эти эксперты так могут себя вести? Вот с вами, например. Ну, я думаю, это связано с форматом их работы и с образованием в целом. Ну, потому что обычно такого рода эксперты, они очень много времени проводят самостоятельно, изучая какую-то литературу. И в целом они как-то не очень любят разговаривать, они не понимают, для чего нужно разговаривать. Все же и так понятно, вот тут написано и так далее. То есть вы считаете, что дело в том, что они считают, что вы тратите их время, да? Я думаю, что они просто, возможно, не понимают ценность того, что мы делаем, и нужно эту ценность иногда продемонстрировать. Ну, и это, собственно, нормально, потому что, возможно, эксперт первый раз столкнулся с бизнес-аналитиком, и он просто не знает, что мы делаем. И поэтому нужно подходить из того, как эффективно настроить коммуникацию, а не показать, кто у нас умнее и почему вы так со мной разговариваете. То есть нужно как-то ценность прояснить. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Ирина, Effective Technologies. Во-первых, хотела бы поблагодарить вас за такой вдохновляющий доклад. Так радостно, что я не одна такая. Вот. У меня вопрос такой, да, вот в тему сложных экспертов возник. Насколько хорош метод, когда говоришь эксперту, давайте разберем вот этот кейс на каком-то простом примере. То есть насколько хорош метод упрощения смыслов. У меня такой вопрос возник, потому что я, например, мне приходилось работать с информационной безопасностью, там люди в другом контексте говорят совершенно в другом языке. И вот я пыталась применять этот метод, но до сих пор не поняла его эффективность. Я поняла, спасибо за вопрос. На самом деле у меня были такие кейсы, и иногда эксперты это может немножко раздражать, что объясните более простыми словами. Надо смотреть где-то уместно. То есть это зависит от многих каких-то критериев. То есть если вы с экспертом уже работаете год, и у вас какие-то уже человеческие отношения настроены, то можно ему сказать, давайте простыми словами мы объясним. А если вы на первой встрече с экспертом, то можно попробовать переформулировать этот тезис и сформировать это предложение или этот вопрос самостоятельно. То есть попробовать из того, что вы поняли, пример сделать самостоятельно. Ну то есть если упростить то и попытаться сформировать то, что вы поняли, это первое, что это поможет. Вы сможете быть в контексте, если вы ошибитесь, он вас исправит. Ну то есть он вас исправит, и при этом не будет какого-то раздражения, что ему нужно искать менее какие-то, скажем так, профессиональные слова. Опять же, но это зависит от того, сколько вы уже общаетесь с этим экспертом. Может быть, если вы уже давно знакомы, и я повторюсь, можно попросить его объяснить другими словами. Но в целом я бы рекомендовала все-таки самостоятельно попробовать предложить и простыми словами это объяснить.